Добрый вечер, дорогие телезрители! Вторник, начало почти что уже рабочей недели, но у нас для вас есть хорошие новости. В эфире программа «День студента» вместе с Чувашским государственным педагогическим университетом имени Ивана Яковлевича Яковлева и ее ведущими, только что вышедшими из новогоднего отпуска. Юлией, с которой мы проведем этот эфир, с Юлией Чержа и Сергеем Архиповым. Это, конечно, не та новость, которая должна была вас обрадовать, а она заключается в следующем. Да, конечно, наступают крещенские морозы, за окном метет снег, вот сегодня очень холодно, лично я замерзла, и я думаю, что всем-всем-всем вот сейчас вот не хватает вот какого-то тепла. Ну и что скажете вы? А мы ответим вам так, что вовремя подоспел такой праздник, как День объятий, который, как написано в Википедии, отмечается 21 января и в другие дни, что странно. То есть его продолжительность неограничена и каждый день, по сути, для нас может стать каким-то праздником. Конечно, я поздравляю тебя с этим праздником, Сергей. И очень жаль, что прямо сейчас я не могу тебя обнять, но мы это сделаем обязательно в какой-нибудь, во время какой-нибудь рубрики или перерыва. Поэтому предлагаю дать пять. Давай, литерку. Да. Предлагаю нашим телезрителям маленький лайфхак. Если тебе скучно и одиноко, ты встретил на улице какого-то прохожего, с которым хочешь познакомиться, просто обними его. Если вдруг он полезет на тебя с кулаками или с какими-то размашистыми руками, скажет, чувак, День объятий. День объятий, да, ладно. Потому что согласно традиции этого праздника, заключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей. И также в этот день проводятся различные флешмобы, связанные с обнимашками, с объятиями. И да, наш университет, конечно же, тоже не обошел стороной этот праздник, ведь символ нашего университета, забавная пчелка, решила заобнимать всех студентов, всех преподавателей. Будем смотреть, какая она классная. Давай же посмотрим. День объятий. День объятий. Как же это мило! Где же была я, когда в университете ходила эта забавная пчела? Я бы воспринял, что как будто что-то пошло не так, или я, по крайней мере, не выспухся. Подожди, есть даже детская песенка, которая поется. На нас села пчела, значит, хочет познакомиться, лишь пощекотать вас. Вовсе не ужалить. Ладно, переходим дальше. Странная, самая странная отсылка к новостям. Конечно, в нашем университете хороших новостей, как всегда, много, потому что плохие мы не говорим. И их нет. И их нет. Да, переходим к новостям и сразу же будем радоваться победам наших самбистов. Теперь они стали победителями и призерами первенства России по самбо среди молодежи. Соревнования прошли в городе Кстово Нижегородской области. Студенты факультета физической культуры собрали целый букет наград. Вера Латкова заняла первое место весовой категории 52 килограмма. Второе место в этой же весовой категории заняла Наталья Степанова. И Орегина Миндубаева поднялась на вторую ступень пьедестала весовой категории 72 килограмма. Поздравляем наших спортсменов. Ура, ура, ура. Перейдем ко второй новости. В финале республиканского конкурса «Аспирант года 2018», который состоится 25 января, примут участие 10 конкурсантов среди заветного числа участников, аспирант третьего курса кафедры педагогики, психологии и философии Майя Ся. В декабре 2015 года в соответствии с договором о сотрудничестве было заключено соглашение по обмену преподавателями и студентами между ЧГП имени Ивана Яковлевича Яковлева и Куйджойским педагогическим университетом, который представляет Китай. В рамках этого соглашения в марте 2016 года наш университет, приехав преподаватель русского языка, Гуйджойского педагогического университета Майя Ся, который преподает сейчас у нас китайский язык. Будем держать кулачки. И, конечно же, переходим к следующей новости. Наши педагоги делятся своими знаниями как со студентами, так и со своими коллегами. При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2018» в типографии нашего университета издано учебно-методическое пособие «Тактильная рукодельная книга». Его автор – старший преподаватель кафедры коррекционной педагогики Ирина Вячеславовна Смирнова. Делится основами технологии, правилами и инструкциями по изготовлению тактильных книг для людей с нарушениями зрения. Ирина Вячеславовна уже много лет вместе со студентами факультета дошкольной коррекционной педагогики и психологии создают тактильные книги, которые в последующем передают в дар Чувашской республиканской специальной библиотеки имени Толстого. А в Новочебоксарске прошли престижные турниры по легкой атлетике, чемпионаты первенства Приволжского федерального округа, а также Куба главы Чуварской республики. На соревнованиях отличные результаты показали студенты, конечно же, факультета физической культуры нашего вуза, так как на чемпионате и первенстве ПФО на пьедестал поднимались. Елизавета Ашарина заняла первое место в прыжках в высоту, Тимофей Ягинов второе место в беге на 2000 метров, Кристина Яковлева третье место в беге на 800 метров и третье место в беге на 1500 метров. Также на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике Куба главы Чуварской республики отличился Станислав Федотов, занявший второе место в беге на 3000 метров. Поздравляю спортсменов, конечно же, и их тренеров с отличными результатами. Желаем дальнейших спортивных побед. Ну и плавненько переходим далее. Далее наша команда КВН нашего университета побывала на самом настоящем международном фестивале команд КВН «Кивин-2019» в Сочи. И ребята описали очень классно свои впечатления, и с нами поделились Николай Юдин и Анастасия Кустова. Что вот нам сказал Николай? Супер, гуд, перфекта, белиссимо! Невозможно описать все те эмоции, которые мы получили. Но самое главное – это бесценный опыт. Поездка на фестиваль в Сочи – самое лучшее, что может быть у КВНщика. Ты смотришь на настоящий КВН вживую, узнаешь много нового для себя. Это новые знакомства не только со звездами Первого канала и ТНТ, но и с такими же простыми людьми, как и ты. Друзья, играйте в КВН, говорит Коля, ведь это по-настоящему круто. Ну а Настя говорит, что ей было очень приятно и ее коллегам, скажем так, представлять наш университет. И вот что она говорит. Спасибо, любимый университет, за эту поддержку. Кстати, по-моему, Коля помимо игры в КВН выучил пару английских и вообще иностранных языков, научился приветствовать. Ну вот, веселых и находчивых перейдем просто к находчивым, потому что у студентов сейчас советная пора сессии. И они, скорее всего, ходят грустные. Наша креативная команда подготовила для вас типы студентов во время сессии. И, как говорится, от сессии до сессии живут студенты как? Весело. Да, старая студенческая присказка. Всех студентов по отношению к экзаменам можно разделить, ну, по крайней мере, на два типа. Первый тип. Одни, они всегда упорно учат, зубрят, ну, а другие надеются на удачу. Или попросту отдыхают. Ну, это, наверное, я. Первый тип. Л, любимая моя буква, лентяй. Он понимает, что если не будет готовиться, то пропадет. И знает, что надо выучить. Не считает лекции, потому что он их и не писал, и, скорее всего, даже тетрадку не купил, потому что ему это лень. Находится в клину сериалов, мемов и шумных компаний. Его кредо «Перед смертью не надышишься». Любит сидеть в социальных сетях, где пропагандирует подготовку к экзаменам. Тут редкий случай, когда лентяй может стать для тебя мотиватором. Да, вот следующий тип – это бессмертный. Потерять зачетку, занимать почетное первое место в списке начисления, прийти сдавать экзамен, не зная фамилия, имя, отчество преподавателя – да. Это все он бессмертный. За его плечами куча пересдач, куча долгов. И, как правило, у такого студента чрезвычайно прокачан скилл пронырливость, так как по-другому, ну, просто не выжить. Он постоянно ходит по краю и думает, что вылететь из вуза совсем невозможно. Но чаще всего проваливает миссию. Друзья, не надо быть бессмертными, надо обязательно сдавать сессию и делать так, чтобы твой университет тобой гордился. П. Паникер – это тот, кто больше всех говорит о том, что не готов к экзамену и не знает, как будет его сдавать. Он ноет в социальных сетях, в университете, сея панику среди одногруппников. На самом деле, паникер задолго до экзамена начал готовиться и успешно все выучил. Вот так вот. Так что, дорогие телезрители, помните, если вы заметили в себе такую нотку, что паникеров никто не любит, поэтому берите пример тогда с лентяев, просто ленитесь паниковать. Ну или хотя бы с зубрилок. Да, переходим к зубрилкам. Зубрилок легко вычислить. Они всегда удаляются из социальных сетей за пару дней до экзамена. Лекции, учебники, таблицы и схемы – это основной их рукопщение. Учат за себя и за Сашку порядка 40-60 часов. Перед экзаменом без траты времени на сон. Любит постоянно повторять «я ничего не знаю». Остается недовольный, если преподаватель ставит «отлично» за тетку, не дослушав зубрилку. За себя и за Сашку. И интеллектуал. Интеллектуалы, как губка, впитывают абсолютно все, исходя из соображения, что когда-то информация им обязательно пригодится. Они пробегаются глазами по вопросам с утра в маршрутке перед экзаменом. На этом их подготовка заканчивается. Сложный билет не ставит студентов и эрудитов в тупик. Этот студент всегда вывернется из неудобного вопроса. Он способен, как написано в кавычках, «уболтать» преподавателя, иллюстрируя свой ответ примерами и цитатами из жизни. Отличное, интеллектуал. А теперь халявщик. Я думаю, что многие сейчас увидят в этом себя. Слушайте внимательно. Не ты или случайно? Не знаю, не знаю. Во время сессии активизируется первым. Пытается уговорить всех скинуться на подарки для преподавателей, чтобы лучше сдать экзамен. Суеверность, связи, навороченные гаджеты. Ну, все пойдет в бой. Обычно заваливает дополнительные вопросы, но может попросить, выпросить просто троечку. Его кредо троечку тоже нужно заслужить. Это не я. Я это заметил. Его культовый персонаж, кстати, и так сойдет. Активист. Мы продолжаем искать себя в этом списке. Очень неплохо. Эрудированный, с легкостью лавирует во время сессии между преподавателями, рассказывая о своих достижениях и вкладе в развитие родного университета. Обычно во время сессии проблемы не испытывает. Если что, деканат всегда придет на помощь. Отлично в зачетке идет с пометкой «С авансом». Да, ну, есть активист, а есть просто отличник. Просто отличник отличается острым умом и хорошей памятью. Посещаемость на уровне 90%. К сессии подходит с парой автоматов в зачетке. Идет первым на экзамен, быстро отвечает и уходит из университета со своей отличной оценкой. Но если что-то не получается, трагедии из-за двойки или, например, из-за незачета он не создает. Он знает, что знания и правильное их применение на практике важнее, чем галочка в зачетке. Юль, давай перейдем к вердикту. Да, вердикт такой. Будь как отличник, да, будь как отличник и не делай из сессии трагедию. Трагедия, не стоит. Странный, кстати, примет, если бы в программе «День студента» мы бы не затронули тему, проходящей сейчас сессии. Ну, конечно. В прошлых выпусках мы уже говорили о странных приметах, которые применяют студенты для того, чтобы на отлично закрыть все зачеты, экзамены. Но это далеко не все. Кстати, а почему именно на отлично? Я вот знаю много друзей, которым достаточно просто четверки. Ну, знаешь, таким людям особо приметы и не нужны. Они работают только на грани, скажем так, отчаяния, наверное. Ну, когда человек балансирует между, неудовлетворительно, ну, между двойкой и пятеркой, отлично, да, ну, и качаются, как бычок на мосту. Не знаю, что еще сказать. Да, Юля, интересный у тебя баланс. Ну, а тем телезрителям, которые его так и не нашли, предлагаю посмотреть репортаж нашего корреспондента Жени, или, как он просит назвать его, Евгения, который как раз-таки этим и занимается. Женя, смотрим на тебя. Дорогие друзья, здравствуйте. И вот уже разгар сессии. Давайте же узнаем, на что способен студент ради оценки «Отлично» в своей зачетке. Поехали. Кайрмар, ты готов к сессии? Да, готов. Ты какую оценку хочешь? Ну, хорошо или отлично, как минимум. Что ты готов ради этого сделать? Сидеть, учить. А что мне еще делать, Осты? Ну, все отвечают учить. А я тебе дам задание. Ты должен вытянуть билет и это сделать. Давай. Громко прокричать. Халява, приди! Нет, подожди, подожди. Иди сюда, открыть. Открываем окно и кричим. Скажешь, потом отчислят, ну ладно. Ты какой курс-то? Я читаю. Ё! Давай, поехали. Раз, два, три. Халява, приди! Все. Молодец. Привет. Пару вопросов тебе можно задать? А я сейчас разговариваю. Мы подождем. Сейчас подожди, мне интерьер у вас здесь. У меня часов нет, конечно, ладно, я подожду. Наконец-то. Ты готова к сессии? У меня уже сессия прошла. Я четвертый курс физмата и пожарной безопасности. Тогда ты сейчас дашь мне сессию. У тебя не закончилась сессия, ты сейчас будешь мне сдавать экзамен. Но из-за того, что ты игнорировала преподавателя меня, Евгения Александровича, у тебя будут проблемы. Давай, вытаскивай билет, тут задание. Уважаемый преподаватель. Нет, я не преподаватель. Я тебя обманул, пойдем. Я тебе найду преподавателя. Здравствуйте, а можно на секунду? Я хочу вас поздравить с началом сессии, чтобы, как раз еще поздравляю с Новым годом, чтобы этот год проносил вам только самых хороших учеников, чтобы они вам сдавали на одни пятерки. Что ты готов сделать ради пятерки по экзамену? Выйти из университета и сказать халяву приди. Но это вряд ли поможет. Обнять четырех прохожих, пожелав вам удачи на сессии. Побежали за ним. Мы так не догоним. Давай, давай. Ты хочешь пятерку? Нет, мне будет достаточно четверки. Это просто сверх того, что я знаю. Вверху, да? Там четверка. Что ты готова сделать ради этой четверки? Давай тебе там задание, ты выберешь. И ты должна будешь это сделать. Я уже это все делал. Шутка, я этого не делал. Читай. Билет номер один. Поздравить преподавателя с началом сессии. Идем искать преподавателя? Да, поехали. Очень рада вас приветствовать. И мы вас поздравляем с началом сессии. Желаем, чтобы эта сессия прошла отлично. Чтобы студенты все выучили. Чтобы пришли все подготовлены. Чтобы не было передачников. Чтобы было меньше головной боли. Поздравляем. Ура! К сессии готова? Готова, уже сдаю. Сдаешь. Хочешь пятерку или четверки нормально? Пятерку хочется. Что готовы сделать ради пятерки? Учить. Учить. А еще что-нибудь готово? Давай я тебе дам билеты. И ты должна сделать задание. Давай. Это у нас только учить прокатит. Давай. Нормально. Я сам это все делал. Опять же, я вру. Я этого не делал. Будешь громко прокричать халяву приди. Ну давай, поехали. Давай окно откроем, чтобы было реалистично. Можно, пожалуйста, окно открыть? Спасибо большое. Давай. И громко, быстрее. Халява приди. Вот, спасибо. Это круто. Во время всего семестра не халявьте, занимайтесь. Получайте пятерки, и чтобы все в жизни у вас было хорошо. Спасибо. Сергей, поздравляю тебя с началом сессии. Ура! Тебя тоже поздравляю. Насколько я знаю, у тебя уже первый экзамен сдан. Да, завтра будет второй. Так что желаю удачи. Пожелаем все вместе. Юле удачи. Удачи. Кстати, знаешь, кто сегодня у нас в гостях? Да, я догадываюсь, потому что, когда мы смотрели этот ролик в студии, кому-то позвонили на телефон, и на рингтоне стояла какая-то там румба. А, сальса, что это? В общем, захотелось пойти в пляс. Скорее всего, это были танцоры, думаешь, да? А я тебе отвечу не какие-то, а новоиспеченные мастера спорта по спортивно-бальным танцам. Мы сходили к ним в гости. Не то, чтобы научиться танцевать. Танцевать-то мы умеем. А посмотрели пару приемчиков и фишек, которым они нас с радостью научили. Смотрим и запоминаем, друзья. Ну что, привет, дорогие друзья. Сегодня мы в гостях у новоиспеченных мастеров спорта по спортивно-бальным танцам Миши и Полины. Надеюсь, сегодняшняя тренировка поможет мне хотя бы частично приблизиться к вашему уровню. Ну что, поехали! Сначала нам нужно размяться, поэтому мы выполним несколько танцевальных басовых упражнений. Так я могу. Первое движение, с которого мы начнем, это слива. Перенос веса с одной ноги на другую с использованием бедер. А твои бедра, они крулись. Да. После разминки мы всегда танцуем основное движение. И первое основное движение, которое мы будем танцевать, будет на примере румбы. Миша, Полина, носок ставить себя уже научился. Давайте уже поставим какой-нибудь танец. Сергей, я вижу, как ты хочешь начать танцевать. Но давай для начала мы с Полиной покажем тебе, как это выглядит со стороны. Ты посмотришь и постараешься повторить. Да я запросто. Это, конечно, живо, мощно. Но я так вот с девушкой в Айгерии в 13 лет танцевал. Я думаю, я повторю, я смогу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева. И у нас сегодня необычайные гости, с которыми вы уже сталкивались в наших роликах в сегодняшнем эфире. 29 декабря министр спорта России Павел Клопков подписал приказ о присвоении спортивного звания «Мастер спорта России» Михаилу Николаеву и Полине Норкиной, которые, собственно, у нас сегодня и в гостях. Ну что, друзья, я думаю, что вы сегодня перед нашей рекламой посмотрели замечательное видео, где ты, Сергей, так классно пытался. Ну вот скажи, трудности какие были? Трудности были с тем, что я сам по себе по природе не такой гибкий человек, и танцевать, танцы мне даются с трудом, в отличие от наших гостей. И поприветствуем. Привет, ребята! Привет! Как у вас дела? Все супер. Отлично. Все отлично. Не волнуйтесь? Ну, нет, нет. Да, давайте сразу о волнении. Я, например, музыкант, у меня тоже есть какое-то волнение, да, я ведущая, у меня есть волнение. Как вы вообще перед... Справляетесь? Да, как вы справляетесь с каким-то вот волнением перед выходом на сцену? Я не знаю, что это, как у вас называется. Танцпол. Ну, на самом деле, перед выходом на площадку мы стараемся не волноваться, мы стараемся абстрагироваться от каких-то внешних факторов, стараемся более сильно работать друг с другом, когда танцуешь, все внимание направлять на зрителей. Когда ты работаешь со зрителем, когда ты с ним пытаешься заигрывать, это очень добавляет тебе уверенности, и, соответственно, танцуешь ты намного лучше. Нежели чем будешь волноваться. Конечно. Полина, а ты как считаешь? Ну, перед соревнованием у меня всегда есть волнение. Я как бы всегда перед тем, как выйти на паркет, стараюсь немножечко выдохнуть. Но чтобы его как-то убрать, я стараюсь больше разминаться, чтобы отвлечься. И когда уже непосредственно выходишь на паркет, ты уже об этом забываешь. То есть ты танцуешь, пытаешься как-то себя проявить и так далее. Мы берем себе на заметочку. Да, конечно. Ребят, стандартный вопрос. Начнем, наверное, с детства. Как вы пришли в этот спорт? Со скольки лет вы занимаетесь этим профессионально? Я пришел к этому виду спорта вообще очень спонтанно. Я просто сидел и смотрел телепередачу про спорт. И там шли бальные танцы. Мне очень понравилось. Я сказал то, что я пойду именно туда. А сколько тебе лет было? В 9 лет я пришел в танцы. Это на самом деле очень поздно для этого вида спорта. Но так как у меня это все было очень... мне близко, у меня получалось все очень хорошо. Я за полгода буквально перешел в старшую группу. Я уже был в основном в составе. То есть это тот вид спорта, где талант является одной из ключевой ролей. Интересно, Полина. А сколько тебе было лет? У меня было почти 5 лет. Это 4 с чем-то. Я очень рано пошла. Ну, как все обычные родители, они пытаются пораньше детей куда-нибудь в какую-нибудь секцию записать. Я не знаю, почему танцы. Они просто спросили, хочешь ли танцевать. Я сказала, давайте. Они отвели в первый попавшийся. Это оказались бальными танцами. И, ну, бальные танцы мне очень запомнились, потому что как раз-таки там я встретила свою лучшую подружку. К сожалению, она сейчас не танцует, но мы до сих пор дружим. Вот. И это круто было. Мне очень понравилось. Мне, кстати, интересно за счет твоего чуть-чуть большего стажа. Можно ли сказать, что в вашей паре как-то ты доминируешь или у вас равноправие? Кто главнее у вас? Раскрывайте секрет. Нет. На самом деле нет. Каждый, то есть партнер нашей пары силен в своей сфере. То есть я силен в одном, Полина силена в другом. То есть у нас такой баланс. Вы взаимодополняете друг друга, да? Да. Мы стараемся, да, прислушиваться друг к другу. Если, допустим, где-то неудобно, сказать об этом, что-то исправить и наоборот. У меня такой вопрос. Вот ты, Полин, пошла, ну, в пять, да, почти. Ты имеешь в девять. Как, через какое время вы встретились? И вот со скольки лет вы танцуете? Дет, произошло, по-другому. Да, да, вот интересно. И как вы до сих пор вместе даже поступили в наш замечательный университет? Как вы вместе, как будто вы принимаете общие какие-то решения или что? В бальных танцах есть такая проблема, то, что очень трудно найти именно того партнера, ту самую партнершу, с которой ты будешь в дальнейшем развиваться, которая будет тебе близко и по психотипу, которая будет такая же работоспособная, трудолюбивая, которая будет также гореть этим делом. И встретились мы через три года, как я начал танцевать. То есть это была... Она сама не из Чебоксара, она из Юж-Кровы. То есть мы познакомились на турнире. На соревнованиях? Да. Мы познакомились на соревнованиях. Как раз-таки я искал партнершу, она танцевала, и как-то мы так вот друг друга нашли, потом созвонились, и в итоге она переехала ради бальных танцев в Чебоксары. Ничего себе! Какие слова я ей сказал в первый раз? Какие слова? Я ей сказал... Эй! Привет! Это очень клево, я хочу с тобой танцевать. Это так мило! Как раз-таки после этого мы начали с ней танцевать, покорять Чебоксары, покорять ПФО. Мы довольно-таки добились больших успехов. Ну да, но за вашими плечами сколько примерно соревнований? На самом деле нет, и считай, сколько это соревнований. Мы посетили практически все города, которые могли по России. Также мы выезжали за границу, там тоже танцевали. Пару месяцев назад как раз-таки мы выезжали на Кубу. У нас был танцевальный круиз, мы посетили страны Карибского бассейна, то есть это Куба, Мексика, Кайманово острова, Майами. То есть это был для нас большой опыт посещения этих стран. Ага, понятно. Ребята, а скажите, пожалуйста, у вас вот есть какие-нибудь фишечки перед выходом, ну вот какие-то свои, чтобы какие-нибудь там, я не знаю, как это сказать, ну вот что-то вы там друг другу желаете успехов, удачи, там кулачками друг друга там вьете, не знаю. Есть такое что-то, какие-то традиции? Наверное, это больше после, наверное, когда мы достигаем каких-то успехов, допустим, если, например, на награждении стоим, и, допустим, остается первое место, естественно, мы стоим в шоке, если какой-то огромный турнир. Ну, в основном, наверное, объятия. Понятно. Ну, а непосредственно перед выходом на паркет, это такие стандартные вещи, как подготовить обувь, подготовить костюм перед выступлением, ну, перед самим выходом на паркет мы стараемся почувствовать музыку, то есть зарядиться этим настроением, и уже после этого мы можем спокойно выходить на паркет. Ребята, кстати, вы очень рано, как уже сказали, начали заниматься этим видом спорта, но нашим телезрителям может сейчас заволновать вопрос. В 20 или 30 лет, не имея особой физической подготовки, можно ли стать звездой танцпола? Подождите сейчас. Сергей, по-моему, ты это уже как бы сделал в виде... Звездой танцпола можно стать, конечно, всегда, но на профессиональном уровне нас интересует. Ну, на самом деле, если мы говорим о танцорах более старшего класса, это, конечно же, этот опыт у нас есть. Приходят танцоры более старшие к нам, мы также их обучаем. Есть такая система, то, что танцор профессиональный обучает танцора непрофессионального, и тогда рост у непрофессионального танцора идет намного быстрее, намного больше. То есть такая практика у нас существует. Все, понятно. Так что, Сергей, смотри, у нас с тобой в следующем году, что запланировано? Команда КВН, помнишь, мы с тобой создаем команду КВН? То самое, да? Да, да, да. Что мы там? А, мы с тобой идем на квест патриотический, и еще мы с тобой... На самбо еще, пожалуйста. А, да, на самбо сходим. И... Загляните в концерты. Так, у вас есть запись, да? Мы, в общем... Бронируем. Да, бронируем сразу занятия танцами. Да, и вот мне вот интересно. Вот вы вот танцуете, танцуете. Танцуете. Да, все танцуем. А вот, честно, вот как простому обывателю, да, я не понимаю, например, различия там самбы какой-нибудь, румба. Вот для вас топ-5, вот, не знаю, как это, направление видов танцев. Какие вы любите танцевать больше? Полин, вот что для тебя, вот топ-5? Ну, я думаю, они будут из разных направлений. То есть у нас два направления, латиноамериканская программа и европейская. Так, более подробнее. А европейская программа, они такие более медленные, и они танцуются в паре, то есть они всегда в близости. То есть там определенная стойка, а латиноамериканская программа, там больше получается свободы, каких-то движений. Да, то есть ты можешь как-то там пофантазировать. Ну, я думаю, наверное, это будет танго, квик-степ, самба, румба и джайв. Вот чем отличаются самба от румбы? А самое сложное из этого списка, что вот по-твоему мнению? Ну, для меня здесь определенные, это квик-степ и танго, потому что европейская программа, это чуть-чуть не мое, потому что я люблю более латиноамериканскую программу, то есть, ну, я люблю и ту, и ту программу, но нравится мне более латиноамериканская программа, это самба, ча-ча-ча, румба, пасадо, бэлли джайв. То есть такой парень зажигал. Да, да, это более зажигательный танцы, где есть более, ну, ты можешь там раскрепоститься просто. В европейской программе ты просто встал и начинаешь танцевать с партнершей, у тебя есть какие-то определенные рамки. А в латинии ты можешь фантазировать на любые темы. Ну, да, у нас будет небольшой интерактив попозже, где мы покажем и вам, напомним вам, как вы умеете раскрепощаться. Давайте посмотрим на это сами и покажем нашим телезрителям. Я знаю, что для вас это уже секретик, сюрпризик, но, честно, мы кое-что для вас подготовили, интересно. Также у нас есть вопрос, есть ли какие-то противопоказания для занятий танцев? Ну, для неподготовленного человека это вот сложно или нужно как-то постепенно к этому подходить? Я думаю, на самом деле противопоказаний никаких нету, ты формируешься в процессе уже танцевания, то есть они будут постепенно искореняться. Если это лишний вес, то ты будешь его удалять на протяжении тренировок, потому что бальные танцы – это каждодневный труд, это каждодневные тренировки, то есть противопоказаний здесь быть не может. А вот есть такая подмазка или что, вот я деревянный, что вот можешь сказать ответ этому человеку? Не пойду танцевать, я деревянный, у меня не получится. Ну, из любой деревяшки мы можем сделать, так сказать, более гнущегося человека. Постелин. Понятно. В основном такси приходят, в танцы деревянными, но потом в этом процессе они… А вот с чего начинается первое занятие танцев? Вот там, не знаю, с постановки там ног, рук, я не знаю, со взгляда, или, например, просто спину надо прямо научиться держать? Ну, это зависит от возраста. Если же приходят, допустим, маленькие дети, их всегда сначала учат, ну, как бы, стоять, чтобы ты был такой достаточно прямой, вытянутый, да, чтобы… А потом уже непосредственно переходят там к позициям, к движениям и так далее. А взрослых же сразу стараются держать, чтобы они держали центр. Ну, то же самое можно сказать, да, в принципе, вытянутость, чтобы они как-то не расслаблялись. То есть, ну, по жизни мы же всегда в расслабленном виде больше ходим. Вот, и там нужно именно держать стержень. Так, дальше уже потом движения пойдут. Все понятно. А вот такой вот небольшой пикантный вопрос. Существуют ли какие-то определенные требования к росту, к типу фигуры, там, девушки, парня? Ну, есть ли такое что-то или, в принципе, ограничения нет? Все, все уйдет. Есть ли типы, что борцы обычно все такие короткие, жилистые парни, а вот у танцоров нет такого? Ну, есть тоже, да, такие определенные критерии. В платиноамериканской программе это в основном танцоры более низкого роста, они более такие крепкие танцоры. А танцоры европейской программы, они высокие, статные, они прямо как струнка натянутые постоянно. А вы универсалы? Да. Есть третья категория, это универсалы, их называют. Я что? Я уже сказала ничего себе. Подготовилась теоретически. Их называют десяточники, то есть они и могут танцевать и европейскую, и латиноамериканскую программу, то есть это более интересно, когда ты можешь танцевать и латину, и стандарт. Класс. Кстати, вот вы говорили про вытянутся стрункой, можно ли вот по походке какой-то увидеть, вот там у нас идет танцор? Конечно, да, определенно. Когда идет танцор, ты сразу понимаешь, что это твой чувак, его рыбак рыбака видит издалека, так это танцор, танцор видит издалека. Наверное, но я также вижу вокалистов, музыкантов, ну, только слышу сначала. Сергей, давай перейдем все-таки к самому интересному. Давай попробуем. Ребята, у нас для вас есть, как это сказать, вот такие вот, да, типа сучки. Сейчас. На что похоже? Это похоже на мишени для стрельбы. Да, это биатлон. Биатлон сейчас один из популярных зимних видов спорта. Чуть-чуть специфика, конечно, не ваша, но дальше с помощью этого интерактива раскроем. Да, давай. С помощью именно этого шутка. Еще небольшие вопросики. Смотрите, ребята, будем с вами... Это, Миш, тебе. Держи. Это, Палин, тебе. Давайте, Полина, счет первая. Открывай первую мишень. Давай лучше я буду держать. Ну, давай. Полина будет диктовать, какую мишень у нас стреляет. Давай, выбирай любую. Да, без разницы абсолютно. Вторую. Вторую. Окей, вот так вот. И там вопрос. Делай. Какой размер обуви у твоего партнера по танцам? Ну, Миш. Полина, давай. Интересный вопрос. Я думаю, 42-й. Правильно. Правильно. Смотри, пробило. Первое попадание есть. Да, попадание есть. Миш, давай ты. Какой? Давайте четвертый. Четвертый. О! К этому мы готовились. Здесь написано, друзья, фотография из детства Полины. А, в Казахстане. Да, но мы решили за вас ответить на этот вопрос. Поэтому. Сами подобрали. Вау. Красная фотография. Здесь красотка Полина с кучей. Даже тут больше. Ну, на самом деле, это одна треть от наших вообще наград и заслуг. Я помню, как мы устроили эту фотосессию. Фотосессия. Да, да. Это было у меня дома, мы расставили все кубки. И вот устроили такую фотосессию после турнира по руку. Да? Да. Ну что, Полин, давай, твоя очередь. Какой? Пять. Так, посмотрим. Давай, держу. О, ну это интересный вопрос. Что бы ты прямо сейчас хотела спросить или узнать у Миши, что никогда в жизни не спрашивала? Давай, Полин. Трёма вопрос, как дела, не считается, нет. Трёма сейчас. Ну, есть же что-то такое, что... Да, да. Миша, ну скажи. Я даже сейчас не знала, что-нибудь интересное. Когда мы поедем там, я не знаю, покорять весь мир? Что-то такое, например. Ну давай, Миша, когда мы поедем покорять мир. И куда? Самое интересное, куда? Ну давай с тобой, знаешь, куда поедем? Да, я бы на самом деле хотел потанцевать ещё в Америке, как мне кажется. Я хочу в Майами поехать и покорять. Мы желаем вам успеха, у вас всё получится. Давай, Миша, ты садись. Стреляй. Два. Циферка два. Сколько раз ты наступал на ноги своей партнёшке? Очень много, этого не припомнить. Наверное, что-то около трёхсот раз, я думаю, накопилось. Во время одного танца. Это только за одну репетицию, да? Да, да. А во время танца, например? Во время танца, ну, если бы мы говорили про прошлое танцевание, когда мы были ещё маленькие, это очень много раз, но сейчас уже мы не наступаем друг другу на ноги. Это уже чувствуете. На ответственных соревнованиях бывает ли у вас такое, что что-то идёт не так, вот Миша случайно наступил на ногу, блин, но всё равно собираетесь и дотанцовываете свою программу. Бывает такое? Да, когда ты танцуешь на большой площадке, когда очень много пар, бывают очень много столкновений, бывает даже доходит до того, что просто рассечение брови или там отломал ноготь партнёршу. Я лично сам один раз партнёршу одной из пар сломал ноготь. Ну, во время как степа... Ну, не будем грустными. Это было ведь, поэтому стреляем дальше. Три. Три. Я буду зачитывать. Я зачитываю. Придумай рифму к фразе «Танцы – моя жизнь». «Танцы – моя жизнь». Какие у вас сложные вопросы. «Танцы – моя жизнь». Пожалуй, это самый сложный вопрос за сегодня. Да, да. Так, «Танцы – моя жизнь». На самом деле мы с Сергеем думали и не придумали ни одной рифмы, поэтому можно скреативничать. Давай. Например, «Танцы – моя жизнь» – вот такой я молодец. Например. «Танцы – моя жизнь». Я люблю танцевать. Да, неплохо. Ну что, Миша, давай. Три. Три. Вы чувствуете друг друга, друзья? Придумай рифму к слову «танец». Стоп. Но здесь есть небольшое «но». К слову «танец» рифма «обниманец» не подходит. Не подходит. Потому что мы сегодня с Сергеем заняли эту рифму, потому что в начале эфира мы же говорили, что у нас 21 января день обнятия. Поэтому «обниманец» не подходит. «Танец». «Улыбанец». Отлично, отлично. Ну что, Полин, один или четыре? Один. Один. Попала. Да. Фотографии с детства Миши. Сейчас один, я очень. Вы готовы? Да. Вот это вот. Вот это вот. О, да. Я не знаю, видно ли нашим зрителям здесь, но здесь. Но здесь потрясающий маленький Миша. У него расстегнута рубашка. Знаете, это очень классная фотография. Ребята, Сергей, давай им подарим их фотографии. Спасибо большое. Это тебе. Это очень круто. Да, да. Пусть они у вас будут большие где-нибудь дома. Ну что? Так, у кого еще что осталось? Так. Давайте по последнему. Не будем еще... А, нет. За счет. Ну да. Давайте. Пять. 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 Ну, такой же вопросик был тебе от Полины. Что бы ты хотел спросить у Полины? Что еще? Полина, я самый лучший партнер на свете. Ох, безусловно. Спасибо тебе. Вот это да. Ну и знаете... Как мило. Да, очень мило. Ну и что? Будем добивать последний Миш. Давай попробуем добить. Четыре? Четыре. Действительно. Много вариантов. А здесь кот в мешке. Кот в мешке. Что мы под этим подразумеваем с тобой? Это под этим мы подразумеваем то, что ты должна сама что-нибудь придумать. Да. Возможно обратиться как-нибудь к нашим телезрителям. Что-нибудь им пожелать, например, или зарядить на что-то. Я, наверное, хотела бы попросить зрителей больше заниматься спортом, потому что это, правда, очень полезно. И это вам пригодится. Да. Спасибо. Ну что? Наверное, один. Да? Один все-таки. Ну давай. Здесь у тебя нет кот в мешке. Такой вопрос. Это я прибегу этот вопрос. Платье какого цвета не было у твоей партнерши за все вообще время, сколько вы танцуете? Вот какого цвета точно не было? Черного цвета не было точно. Да ну, серьезно. Такого базового цвета не было? Нет, у него были. Это не танцевальное платье. Да, да, конечно. У него было много первого. Первый вопрос, понимаешь, что ли? Нет, конечно. Штрафной круг. Ну нет, на самом деле, точно, черного не было. Ну они были в смешении, но чисто черного не было. Ну, я думаю, что наши ребята... Наши ребята справились. Прям отлично справились с нашим амблодисментом. Спасибо вам. Спасибо вам. Это было все в таких количествах, что в этом можно было купаться. И он просто показал эту картинку. Примерно на один костюм. Сколько уходит вот у вас времени, вот у каждого? Ну вы их шьете, да? Да, мы шьем их под заказ. То есть, если шью я, то это занимает около трех недель. Или если шьет Полина, то это занимает гораздо больше времени. Трех месяцев, да. Потому что вот это вот все обклеивать, это стоит много. То есть, про соревнования вы уже знаете заранее, чуть ли не за полгода, и к ним готовите костюмы? Да, да. С серьезным соревнованием мы готовимся и шьем уже отдельно костюмы на них. У вас есть отдельный гардероб какой-то? Костюмов? Он больше, чем обычный ваш гардероб? Да, на самом деле, мой гардероб – это отдельный шкаф. То есть, у меня очень много всяких разных костюмов. Я думаю, Полину еще больше. Понятно, понятно. А может ли вы в этих костюмах выйдете куда-нибудь в обычный? Я думаю, это будет очень странно. Афектно. Если я выйду на улицу. Есть ли у вас какие-то костюмы, которые приносят вам удачу, например? Нет? Не думали о таком? Ну, вообще все костюмы… В основном, да, приносят удачу сразу. Приносят удачу. Это прекрасно. Всегда выступаем хорошо. Главное, первый турник нехорошо станцевать, а дальше уже пойдет. А если неудачно станцуется, то что я стану? Ну, обычно удача все равно тоже идет хорошо. Мы его сжигаем сразу. Все понятно. Такой еще вопросик, наверное, самый главный. Да? Меняют ли танцы жизнь человека? Да, меняют, потому что танцы, ну, они формируют в тебе определенную личность. Ты становишься более раскрепощенным, ты уже не стесняешься выступать перед публикой. То есть, если у тебя были до этого какие-то стеснения, зажимы, танцы это определенно убирают. Ты становишься более гибким также. Ты умеешь танцевать с партнершей. Тебе становится проще общаться с противоположным полом. Это однозначно. Это не мало важно. Балина, а ты как думаешь, влияют ли танцы, меняют ли танцы жизнь человека? Да, безусловно. То есть, это сразу же, опять-таки, осанка. Да? То есть, всегда сразу видно человека, который занимается танцами, потому что он всегда такой вытянутый идет. И это, конечно же, физическая форма, потому что тренировки у нас тоже очень такие изнуряющие, которые помогают тоже держать форму свою. Можно ли представить, если время перемотать назад, в вашу жизнь без танцев? Можете ли сейчас представить? Я думаю, нет, это была бы уже не та жизнь, к которой я сейчас уже привык. Ну вот сколько, сколько еще планируете танцевать? Сколько еще? Ну, видите ли, например, конец своей карьеры или еще пока нет? И где можно попасть на ваши концерты, выступления, что ли? Ну, пока мы завершать свою танцевальную карьеру не планируем. Конечно. Ближайшие сколько лет? Ближайшие пять лет мы точно будем еще танцевать. Пять лет. Пять лет, да. Может быть и больше, как пойдет, да? Посмотрим. Но тоже как бы хотел уже переходить на более тренировать. Уже больше хочется, уже хочется больше судить соревнования. То есть, мы будем это все комбинировать. И, ну, если хотите прийти на наши соревнования, то это Чебоксар. У нас есть друзья. Ну что, ребята, мы желаем вам большой удачи. Очень было приятно с вами сегодня побеседовать и с вами познакомиться. И это прям очень здорово. Просто провести это время. Все хорошее, к сожалению, заканчивается. Но обещают вернуться уже в следующий вторник. С вами, как всегда, будет Чуварский государственный педагогический университет. Спасибо за внимание. И до новых встреч. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова